МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу спеть песню, которая посвящена окунаясь в тишину храма, разрушенному монастырю. Вот когда все это у меня началось, это в Антонио-Есейском монастыре, когда меня больного привезли, умирать в Антонио-Есейский монастырь, и вместо того, чтобы умереть, я там исцелился на мочах. Но я помню это свое первое ощущение, когда я обратился к святому. Мне просто сказали, что а ты что, возьми, помолись святому, он же поможет. Я думаю, как это он поможет? Он же мертвый. Он говорит, а вот там мощи его лежат, ты просто обратись к нему, как к живому. И я обратился, и произошло чудо, я исцелился от смертельной болезни. И, видимо, так там все-все произошло, я стал священником в итоге. И сейчас я спою эту песню, окунаюсь в тишину храма. Окунайся в тишину храма, Я иду по тишине, Я иду по тишине, Прямо впереди сияет вся слава, Поворачиваю на право, Не спаду, душа моя плачет. Преподобни, видишь, путь начат. Помоги мне в тишине храма, Перед Господом стоять Прямо и на страшнем на суде Грозном, не соломой быть плодом, Лозным и очнувшись в выгребной Яме ощутить себя в святом храме. Окунайся в тишину храма, Я иду по тишине, Прямо я иду по тишине, Прямо я иду по тишине, Спасибо большое. Батюшка потрясающе. Я немножко наигрался, Мне уже легче. Я смотрю на Ирину и завидно. Я заслушалась. Забыла даже, что мы тут собрались. Очень хорошо, что нас верой объединяет. Что мы все в одном духе. Батюшка. Вот что самое главное. Что-то хоть сказать кто-то хочет. Здравствуйте. Вы сейчас сказали про деревянную Русь. Я сегодня случайно оказалась в храме Серафима Саровского. В Петергофе его восстанавливают. И там латыши крещеные. У них свой цех. И вот они сегодня мне показывали, Что они покупают станок. И будут делать деревянные рамки для икон. Русь восстанавливается. Слава тебе, Господи. Но вот я хотела спросить Ирина вас. Вот о чем. Я сама профессиональная актриса. Многодетная мать. И я вот смотрю на вас. И я вами любуюсь. У вас столько достоинства. У вас какая-то царская стать. Вот я думаю, что да, наверное, я права. И я хочу задать вам вопрос. А вы вообще не волнуетесь? Такое ощущение. Вы такая спокойная. Так удивительно. Вы совсем не переживаете на сцене? Ну, вы знаете, честно говоря, я уже 25 лет на сцене. И много концертов. И как-то привыкаешь уже. Но самое главное, я вижу ваши глаза. Я просто вас чувствую. А ведь если бы человек, когда он выходит на сцену, и он неспокойный, и внутри у него все бурлит, не будет покоя у его зрителей. Это сразу передается. Я когда выхожу на сцену, я прошу только любви. А вы знаете, что артист, вот батюшка знает. Да, я работаю. Он... Это такая профессия, что ты выходишь на сцену, больной ты, не больной. Что у тебя там в семье, что в каком-то состоянии, репертуары и так далее. Что у тебя было на репетиции, полный ужас. Никто же не знает. И никого это не должно интересовать. Ты вышла на сцену, все. Ты, певица, ты. Поешь, ты должна отдавать свою душу. И это самое главное. То есть все равно... Я уже знаю, когда плохая репетиция, будет прекрасный концерт. Это все переругаются, да? Это как обычно. И наоборот. А спокойствие мне дает то, что Господь рядом. Правда. Я всегда на своей жизни полагаюсь на волю Божию. А что я могу сделать? Я ничего. Я маленький человек. Я только сосуд. Вот Господь войдет в этот сосуд, отдаст эту благодать. Я счастлива. А иногда не дает. Иногда вот стоишь и думаешь, а ты пустая. А там внутри ничего нет у тебя. Иначе что-то не то сделала. То есть это всегда идет и на сцене, и по жизни идет всегда духовная работа над собой. А если ее не будет, тогда тут можно в дебри зайти и не выйти оттуда. Знаете, мне кажется, еще в чем вопрос. Допустим, вот эта актриса, да? Я не вижу. Вот она, может быть, в своем репертуаре. Может, страстные какие-то вещи играют, да? Но нужно изображать... Ну, много же сейчас построено на страстях. Репертуар театров, вы сами знаете, наверное, да? Современный театр. Вот. А здесь немножко другая ситуация. Здесь человек через себя преломляет духовный свет. Ну, пропускает. Здесь оно и по определению не должно быть страстей. Наоборот, ну, как о Боге петь? Может быть, протестанты или кто-нибудь еще там могут, наверное, так. С переизбытком эмоций каких-то. Почему-то все думают, что надо, знаете, вот так вот, чтобы все бурлило. А там спрашивают, почему? Я не волнуюсь. Я сама не знаю, почему. А вы для меня все близкие и родные. Тут однозначно. Очень хорошо ответить. Спасибо. Ага, спасибо, Господи. Ну, пришла пора. Пришла? Да. Что-нибудь спеть, правильно? Один вопросик еще, важно? Да, 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 пожалуйста. В дополнение к этому всему сказанному, прошу прощения. Подскажите, пожалуйста, Ирина, меня вот так интересует лично, меня, Георгия. Вот вы родились в Беломоре, река Ке. Потом, значит, у вас, вы узнаете, зернышко заложено у вас, вашим дедом священником. Для меня это очень важно, именно зерно, которое заложено. А плевни, мы все знаем, это советское время, то, что сейчас батюшка говорил. Это и вы сказали, ваших прадедов, одного, второе. А вот что все-таки произошло в тот момент вот того зерна, которое заложил Господь Бог через наших родных или близких, которые мы сейчас пытаемся ввести в храм, детей. Один батюшка сказал как-то, я не буду его называть, недавно на проповеди, он сказал, я бы этих бабушек и родителей, которые приходят без детей и внуков, отправлял бы обратно, когда они стоят одни в храме. Это было сказано так. А что у вас произошло с этого времени, советского, будем так говорить, времени, когда там плевни, там у нас, мы все знаем, прорастали. А мы знаем причем, как господин посеял это зерно, а в это время ночью плевни, разбойник пришел. А господин сказал, мы знаем все, они же хотели все сразу вырвать, а он сказал то, что пускай прорастет, и мы увидим, где зерно, любовь, армия. И что у вас произошло в этот момент, можно сказать, какое-то чудо, вот это, ну для меня это чудо, да? Вот у батюшки он сказал, песню спел как раз, сочинил ее, но шланг он сам. Он сказал про отца Василия, по-моему. Да, отец Василия, это батюшка Патова, уже ей подсказали, то, что нужно искать духовника. А, что было до отца Василия. До отца Василия, да. Да, хорошо. Да, пожалуйста, спасибо большое, спасибо за все вам огромное. Я поняла, спасибо вам большое, я поняла ваш вопрос. Да, да, да. Что причиной явилось обращение. Да, причиной, да. Я выросла в семье военнослужащего, то есть авиатора, в военном городке, возле города Кими, в 20 километрах. И поэтому я всю жизнь слышала только военные песни. И я выросла благодаря этому патриоткой России. Вот правда, для меня Россия это самое близкое и родное. И вот эта чистота, которая была заложена и песнями, и воспитанием. Особенно отец, когда женился на маме, они были обе сиротами. Там уже все, не было родителей. И он сказал вообще замечательные три условия. А так как он 12-й ребенок в семье священника, он, видимо, взял из своей семьи. И было три условия. Не выносить ссоры из избы. Второе условие. Все ссоры заканчивать до захода солнца. И третье условие. Никогда не выяснять отношения при детях. Вы знаете, эти условия соблюдались настолько, что я никогда не думала, что, оказывается, мама с папой выясняют отношения. Для меня это был нонсенс, когда я пришла в мир, и я увидела, как живут другие семьи. Для меня это было большое удивление. И я выросла в этой любви и в гармонии. И вот эта сила, материнская любовь, отцовская, вот это все собрано вместе, оно мне помогает сейчас, вот дало мне вот этот стержень крепкий. И этот стержень вывел меня уже в храм. А вообще толчком явилась поэзия и романаха Романа. Я все время искала песни России. Я все, я перелистала очень много стихов. «Серебряный век». Я очень люблю стихи. Особенно вот поэзия Игоря Северянина в зарубежье, в эмиграции, потрясающая поэзия. Но не могла найти то, что в моей душе. И вдруг мне Валентина Ивановна Гуркаленко дарит мне небольшой сборник стихов и романаха Романа. Он только-только начал выходить. И когда я его открыла, стала читать, я поняла. Это моя душа. Вот о чем надо петь. И вот здесь мое творчество стало раскрываться. То есть меня отец Роман привел в храм, потому что там в его стихах везде есть покаяние. И таким образом Господь же видит вектор человека, куда он направлен. Вектор повернулся к Богу, и Господь ведет его. И вот таким образом я уже пришла в храм к отцу Василию. Так что я думаю, что все-таки в основе вхождения наших детей в храм – это прежде всего основа воспитания. Надо правильно воспитывать их с самого детства. Что ты дашь им до пяти лет, до семи, до десяти, потом это все будет. А потом исправлять очень тяжело. Знаете, есть такая пословица. Сначала лучше говорить с ребенком о Боге с детства, чем потом Господу Богу о ребенке всю свою оставшуюся жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть чему поучиться, да? Ну что, пора петь. У меня есть мой любимый автор. Наверное, многие знают. Это Анатолий Кашко, московский автор. Среди его очень известных песен, которые я пою, я пою около 20 его песен. Можно делать целый сольный концерт. Это вот «Опнинские старцы». Все знают эту песню «Иерусалим». У монаха Келия, который сейчас просто расходится по всей матушке России. И одно стихотворение мне очень понравилось у него. «Встану, рано помолюсь». Музыка – моя авторская слова Анатолия Кашки. Музыка – моя авторская слова Анатолия Кашки. Музыка. 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 Да развеет мою грусть, Унесут ее с собой журавли, Ну и пусть. На траву легла роса, Светится солнце, светит в небесах, В месяцу ходит, бродит тишина, Зволныкая за окном березонька, Туныкая на поля упала туман, Серебром узи завела роман, Синяя, тября, мазала, То лист твои весточки, да, Паутинки за навесочки. Стану рано помолюсь, Да из родника напьюсь, Положу поклоны тебе до земли. Русь, полыкнет калины куст, Да развеет мою грусть, Унесут ее с собой журавли, Ну и пусть. Над полями журавли Кружатся, Облака купаются В лужицах Голубых глазах озер, Улыбнусь, Да чего ж ты хороша, Моя Русь, Нежными румяными, Снегрепью вино не пьяное, И зарезала то лист твои весточки, Да, Паутинки за навесочки. Встану рано помолюсь, Да из родника напьюсь, Положу поклоны тебе до земли. Русь, полыкнет калины куст, Да развеет мою грусть, Унесут ее с собой журавли, Ну и пусть. Унесут ее с собой журавли, Ну и пусть. Унесут ее с собой журавли, Ну и пусть. Браво! Спасибо. Так хочется, как в этой песне жить, да? Утром встать, Из родника напиться, Поклониться. Не хватает нам этого, Такого состояния, да, духовного. Но мы стремимся. Вот. И песня нам в этом помогает. Ирина Скорик Сегодня у нас. Я думаю, это заслуженные аплодисменты. Это большая работа над собой, Над словом. Над музыкой. Это постоянное развитие вкуса. Постоянно все должно быть вот так вот. На пульсе должна быть рука. Вот. И это большая духовная работа. Что мы очень рады, что Нас Господь встретил. Вот. И сегодня нам в этом зале тоже повезло. Продолжаем дальше. Ваше повествование, Ирина. Еще есть вопросы? Это вообще уникальный сегодня вечер, Где можно задать вопросы И ответить. Что тут надо петь. Ирина, я знаю, что у вас есть программа, Посвященная святителю Луке. Это профессор Валентин Феликсович Война-Ясенецкий. Вот расскажите немножко, Что для вас этот святой, Ну, чтобы о нем тоже узнали, Удивительный человек. И как родилась эта программа? Да, спасибо за вопрос. Действительно, есть такая программа, Посвященная святителю Луке. И она называется Я полюбил страдания. По его автобиографии. Надо сказать, что со святителем Лукой Я познакомилась не в России. С его жизненным описанием. Я не знала, кто такой святитель Лука. И только приехав на Кипр, Из разговоров, И я посмотрела на греков, А у меня там друзья появились, Киприоты, Которые очень любят святителя Луку. И когда я спросила, Что это за святое, Они, конечно, меня очень удивились. Вы что, не знаете, У вас в Крыму есть такой святитель Лука? И я стала интересоваться. Вот это была первая отправная Точка. И потом я уже приехала, Опять же, в Лимассол на Кипр С концертом большим В метрополии. Именно посвященный святителю Луке. И там родилась новая песня, Первая песня, Агиос Луко, Агиос Святой Луко, Стихи родились на Кипре, А музыка родилась в России. И таким образом это стало основой Всего моего репертуара. Но сам святитель Лука, конечно, Вы знаете, он совершенно родной человек. Я не знаю ни одного святого, Может быть, еще вот для меня Два святых, Которые, Которым я прихожу, Как к родному отцу. Это Иоанн Кронштадтский И святитель Лука. Вот не знаю я почему. К святителю Луке, Когда я приехала первый раз В Симферополе, Подошла к его мощам, Тут произошло со мной Что-то невероятное. Это так называемый, Батюшка, наверное, Раздает катарсис. Вот я стала рыдать и плакать, Не могла остановиться. Что такое было, Я не знаю. Но каждый раз, Я каждый год приезжаю в Крым, В Севастополе я уже 15 лет Последний езжу туда. И я каждый раз прихожу, И у меня опять льются слезы. У меня такое ощущение, Когда подходишь к его мощам, Что сейчас Святитель встанет и пойдет. Он там живой. Честно вам скажу. Вот такое ощущение. А тем более, Когда почитаешь его чудеса, Которые сейчас происходят, Ну, это, конечно, потрясающе. Это, когда Святитель Лука появляется на операции В своем старомодном халате, Делает операции, Или помогает, Или ассистирует, Или приходит к больному, Когда он уже при смерти Вызывает врачей, медсестер. Это все описано. Это очень много случаев. И в Греции, И у нас в России. Поэтому молитесь, Святитель Луки. Он здесь рядышком. Это наш современник. Я еще, Можно сказать, Знала Святителя Луку Целых три месяца. Потому что вот Он родился, Умер в 61-м году. Удивительно, Что он почил В день всех святых На земле российской просеявших. В этот год, Это было 11 июня. Это тоже не случайно. Спасибо вам за вопрос. Песню. Песню. Да, песню. Песню. Хочу для вас Вспомнить песню, Тоже моего любимого автора. Эта песня Когда-то была Визитной карточкой Моего творчества. Это Так называемая метель. Но все ее знают Под названием Петербургская княжна. Надо сказать, Что именно по этой песне Журналисты Меня Наделили Этим эпитетом Петербургская княжна. И она так И осталась. Куда бы я ни приехала Все время Меня так называют. Но Может быть Еще потому Потому что Я раньше Выходила На сцену В белой шляпе В длинном Шарфе В длинных Перчатках Белых И Это было Действительно Очень красиво. Я вообще считаю Что красота Она Внешняя красота Она Отражение Внутренней красоты. Если человек Будет видеть Все красивое У него душа Будет очищаться Поэтому Я всех Воспризываю Видеть Только Все самое Лучшее Даже если Ты видишь Что человек Не очень хороший Надо найти В нем Самое Лучшее Самое Прекрасное И Всегда Желать людям Только добра Тогда Это добро Оно У тебе Возвратится Оно К тебе Придет С С Лихвой Итак Песня Александра Лепехина Нашего Известного Автора Петербургская Княжна А гитару Вам случайно Не Лепехин Не ремонтировал И ты Приклеила Такие Блестящие Штучки Нет Это Приклеила Я Потому что Эта гитара Она интересная Действительно Батюшка Спасибо Что Задали Вопрос Эта гитара Наша Ленинградская Старая Ей уже 50 лет Это Сосна Обыкновенная Сколько Мне И уже Германская У меня дома Четыре гитары Стоит Из них Очень хорошие Но Вот эта Гитара По тембру Это Моя Гитара Тем более Когда Саша Ее сделал А он Великолепный Гитарист Он Мастер Делает Прекрасные Гитары И вот Он мне Сделал Эту гитару Я уже Выступаю С ней Наверное Последние Лет 20 Он Он ее Заставил Звучать Да Она Звучит Я даже Помню Такой Случай Был Концерт Выступления Христа Спасителя И мне Подошли Ко мне Звукорежиссеры И просто Мне Сказал Как вы Такая Певица И не Можете Себе Купить Приличную Гитару После Чего Я Пожала Клечами Ну что Я буду Говорить После Того Как Я Выступила Он Подошел Ко мне Говорит А можно Посмотреть Вашу Гитару То есть Вот Она Потому что Действительно Звучит Гитару Гитару Вечер Голову Склонил И закрыт Мой дом Растоплю Гая Камин Берестой И мхом Легу В белую Постель И усну В ночи На улице Метель Караул Кричи Легу В белую Постель И усну В ночи На улице Метель Караул Кричи И приснится мне она Как весна зимой Петербургская Княжка Золотой Косой Буду Реять На ветру Журавлём Во сне Если Только Не умру От Любви Коня Жене Буду Реять На ветру Журавлём Во сне Если Только Не умру От любви Княжне Проснусь Услышу Смех У моих Двери Ведь по всей России Снег И метёт Метель Двери Снегом Задесёт До Самих Оков И подумает Народ Может Умер Он Двери Снегом Задесёт До Самих Оков И подумает Народ Может Умер Он Вечер Голом Склонил И закрыт Мой дом Растоплюгая Камин Перестой И выход Гляну В белую Постель И ушну В ночи А на улице Метель Караул Кричи Гляну В белую Постель И ушну В ночи А на улице Метель Крыму Кричи Фраг Брау Кричи Браво! Так захотелось белой метели. Прям не могу. Как даже, господи, подсыпь нам снежку на Новый год хотя бы. А на Рождество ж подавно. Так хотелось бы. Да? Я еще хочу сказать о одном человеке, который, в принципе, сделал меня как артистку, как певицу. Его уже нет с нами. Это мой педагог по вокалу. Сергеев Владимир Александрович. Удивительный человек. Прекрасный педагог. О нем ходят сейчас легенды. К сожалению, он уже ушел. Но вот то, что он мне дал, это осталось на всю мою оставшуюся жизнь. И последние слова были, что ты будешь петь до конца. То есть до самого конца. Вы знаете, что у певцов очень срок небольшой. Но я все время чувствую, что дает Господь. И благодаря его технике вокала. И я думаю, что он и молится сейчас. Так что вот такие у нас есть профессионалы. Были профессионалы в Петербурге и есть. И я хочу низкий поклон. Хоть я родилась в Карелии. Но низкий поклон городу Петербургу, его жителям. Его удивительной культуре. Этого города, которого я очень многому научилась. Низкий поклон этому моему родному, людьми, моему городу. Мне надо что-то сказать. Может, спеть. А, спеть? Вопрос, вопрос. А, вопрос, да. А вот вы передаете свой опыт кому-то? У вас есть ученики? Вы кого-то учите? Вы знаете, к сожалению, нет. Как-то я не задумывалась об этом. Но нет. Я руководитель фестиваля, международного фестиваля духовной песни «Невские купола». И когда приезжают ребята, то я всегда даю мастер-классы. И всегда, кто ко мне не подходит, молодые певцы, исполнители, конечно, я с большим удовольствием отдаю. Все, что я знаю. Но это бывает редко. А самое главное, что большая загруженность. И, может быть, вы знаете, когда-нибудь я займусь этой деятельностью. И, может быть, буду преподавать вокал. Но сейчас, пока есть концерты, и я вот скоро опять уезжаю на гастроли. И просто действительно большая загруженность. Некогда. Спасибо, Господи. А мне захотелось петь. Вот Ирина пела об отце своем. Вот вспоминала маму. Я тоже вспомнил свою маму. 20 декабря она у меня родилась. И отец Василий родился 20 декабря. И меня рукоположили 20 декабря в Ирии. Вот еще очень много, что происходило почему-то 20 декабря. И сейчас в памяти своей матери. Потому что у нас вечер такой откровенный. Хотелось бы спеть песню. Облака плывут по небу. Видно в дальние края. Я не знаю, был или не был. В этой жизни счастлив я. Только помню в детстве где-то В деревенской тишине Голос мамы, солнца, лето, Занавески на окне. Мне бы вместе с облаками Улететь в родимый край И шепнуть тихонько маме Никогда не умирай. Облака плывут по небу. Видно в дальние края. Я не знаю, был или не был. В этой жизни счастлив я. Спасибо. Конечно, хотелось бы как можно больше песен, да, больше услышать. Потому что такая сегодня уникальная возможность И послушать те песни, Вот, которые сам автор, да, И которые продиктованы ходом, Можно сказать, самого концерта. И я не знаю, сколько, скажите, сколько времени? Я уже потерял. 15,9. Давайте споем песню вместе. Я обещала ребенку спеть детскую песню. Дело в том, что у меня есть целый цикл, Написанный на стихи разных авторов, Но одна из этих песен очень полюбилась. Она сейчас буквально разошлась в интернете. И мне пишут. Еще котенок у меня есть тоже, Она сейчас в интернете есть. Когда девочка молится, потеряла котенка. А это песня про собаку. Для чего собаке хвост? Отличная тема. А то у нас то лапы мерзнут, То хвост отваливается. Мы как раз сейчас и узнаем. Для чего он? Удивительные стихи. Если у кого-то кто-то владеет интернетом, Загляните на его страничку. Потрясающие стихи. Правда. И вот такая песня вышла. Для чего собаке хвост? Я всегда, когда собираются дети, Я у них спрашиваю. Вот я хочу вас спросить. А для чего собаке хвост? Правда. Вот представляете, сколько много ответов. А вот сейчас вам Сергей Ворошилов скажет, Для чего собаке хвост? Но я вас попрошу вместе со мной спеть припев. Тот же самый припев. Припев вопрос. Для чего собаке хвост? Дело было в октябре, Копал дождик во дворе, Подбежал щенок веселых, Заскучавши детворе. И спросил Антошка, Пес, для чего ты носишь хвост? Для чего? Скажи собаке хвост, Положен у вас вопрос. Для чего? Для чего? Для чего? Для чего? Для чего? Вот вопрос. Для чего собаке хвост? Пес был добр и лопоух, Тут ответил Костя вслух. Хвост помощник для собаки, Отгонять им можно мух. Хвост как веер на жаре, С ним теплее в комуре. Громко спорили, ребята, Стало шумно во дворе. Для чего? Кате скоро будет пять, Она твердит опять, Хвост собаки просто нужен, Чтоб было чем билять хвост Затем что говорить Можно им благодарить Хвост смотрите подметает Чу ребята не сорить Для чего, для чего Вот вопрос Для чего собаки хвост Для чего, для чего Вот вопрос Для чего собаки хвост? Молча слушал спор щенок, Хоть он слов сказать не мог, Но щенку было понятно то, что он не одинок. Но щенку было понятно то, что он не одинок. Для чего, для чего, для чего, для чего, для чего? Вот вопрос, для чего собаки хвост? Для чего собаки хвост? Для того, как вы сказали, для гавани юных моряков, батюшка, вам поклон. От нас, от всех, от меня лично, так как тоже являюсь я оттуда, но не с Беломорья, а с другого, можно сказать, река моря. Вот, и что-нибудь, река моря, тематику, романтика, ведь она же, она так схожа, романтика, романсы. Ведь это же действительно, даже слова чего-то похожи. Пожалуйста. То есть спеть песню... Да, что-нибудь, да, на ваше сочинение, если есть, либо можно, на вашу музыку, не знаю, как что-то, как сподобиться. Но это должно быть о природе. Как есть, так и есть. Как бы так. Знакомая фраза для нас всех. Так, это надо подумать. Это, может быть, возникнет последствия. Не обязательно сейчас-то реагировать на это, да? У нас еще есть некоторые, ну, как бы, получается, что такая канва передачи, да? Красная линия Гирина готовилась. Я ничего об этом не знал. Вот, ну, я думаю, мы вернемся к этому. А сейчас, может быть, продолжим все-таки тематически. У нас время стремительно заканчивается. Хочу вам сказать еще, что у нас есть сюрприз. Который, знаете, как Райер Кустаха, знаете, раньше. Это следующий участник будущего концерта. Дело в том, что на самом деле инициатива родилась, вот это вот такое, такого концерта родилась здесь. Прямо, потому что недавно вот Ирина проводила конкурс. Здесь она художественный руководитель Невских куполов. И ко мне подошла администрация и говорит, отец Анатолия, вы не хотели бы здесь, ну, концерт организовать? Они услышали, как я выступаю. Я говорю, за что концерт? Давайте сделаем это, лавровские встречи. Я подумал, что Господь вот как-то благословил. И Владыка, представляете, я написал письмо, Владыка подписал это письмо, и нам разрешили. Вот сейчас надо молиться, чтобы следующее было, такой концерт. Участник, он сидит в кустах, там, вот. Он будет анонсом, он спит несколько песен, вы восхититесь, и захотите прийти еще раз. Но придется ждать целый месяц. А это будет 30 января. Вот это только что, вот, буквально, может, несколько минут назад, это с даты возникло. Вот, но я просто вот зауважал еще больше, и восхищаясь Ириной, потому что она, понимаете, это такая нужна смелость. Это такое нужно, вот, спрашивали про спокойствие, откуда у вас такое спокойствие. Это, ну, я вам просто, это адекват, понимаете? Бывают артистки такие, которые, я артистка, ой, там, закройте форточку, ой, там, это. Это просто человек, который, ну, что, давай, давай, сыграем, поиграем, попоем. Ну, так вот просто по-человечески, по-человеческой реакции, я был просто поражен. Ну, какой-то момент, несколько лет назад, для меня Ирина Скорик была, не знаю, это, ну, такая звезда. Я даже не знал, как с ней разговаривать. Отмялся, стеснялся, вот. А сейчас мы сидим с ней за одним столом, пьем чай. Вы знаете, меня почему-то все боятся, я уже заметила. Ну, она, да, с виду строгая. Да, и вот я мама, то есть, это во мне сидит мама. Она была строгая к ней, то, ее тоже все боялись. А когда близко узнавали, ну, вообще, душа человек. Так что не бойтесь, Ирина Скорик. Ребята, не бойтесь. Я, что еще хочу сказать. Во-первых, обязательно должна сегодня прозвучать чистота. Я просто не поняла, по плану мы должны выступить, когда. Кто? Чистота, когда должна прозвучать. Она самая последняя будет в нашем блоке. В нашем блоке. Потом пару песен споет следующий участник. Я уже интригую, значит, зрителей. Вот. Мы с Ириной уйдем даже. А потом вернемся. И там будет аплодисменты и все такое прочее. И даже, может быть, песня на бис будет. Ага, спасибо. Я хочу вас всех пригласить на свой сольный концерт 16 февраля. Конечно, я обещала в ноябре месяце, когда был прошлый сольный концерт, что будет концерт с хором. Сейчас выпускается новый диск. Это премьера. Не знаю, как будет называться еще. Но благодетели помогли. И фактически уже записан диск вместе с санкт-петербургским, шереметьевским мужским хором. Он еще обрабатывается, но, к сожалению, не успеваем его выпустить к 16 февраля. И, я думаю, премьера этого диска. И это будет, опять же, ноябрь месяц следующего года. Ну, а в феврале я вас приглашаю. По всей вероятности, будет две программы. То есть одна из двух программ. Я больше склоняюсь к программе авторские романсы и песни. Дело в том, что у меня сейчас параллельно выпускаются четыре диска авторских романсов и песен. И мне хочется их как-то показать для слушателей, потому что там очень редко звучат они в концерте. И я думаю, что будет всем интересно. И даже мне самой будет это интересно. Так что я вас приглашаю 16 февраля в старый зал Александра Невско-Лавры, Святодуховский. Ну, а сейчас перейдем. Я думаю, что вот если Георгий попросил песню, посвященную юнгам, она может любой же песня, правильно же? Да. А вы просто спойте то, что сейчас и должно прозвучать. Ну, я думаю, чистота должна прозвучать. А что-нибудь скажите даже по поводу чистоты-то. А, чистота, да. Вы знаете, отец Роман уже устал отвечать на этот вопрос. Ему все время задают, он уже мне пишет, вы напишите, как вы написали чистоту. Видимо, ему приходит очень много писем. И действительно, чистота... Я сама удивляюсь. Почему? Я не понимаю. Может быть, кто-то из вас ответит на этот вопрос. Почему она стала такой известной, популярной? Для меня это большой секрет. Потому что, когда я ее писала, то есть я даже не знала, что это будет песня, которой фактически нет ни одного равнодушного человека. И, конечно же, я этой песне всем желаю благодати Божией. Потому что чистота – это и есть благодать Божия. И она входит только в чистое сердце, в чистую душу. Поэтому храните в себе эту чистоту. И хочется пожелать вам еще, чего я всегда желаю. Мое имя – Ирина. Моя святая великомученица Ирина, 18 мая. У меня в мае все происходит. Самые события в моей жизни происходят в мае. И, кстати, я родилась 10 мая. А 18 мая меня мама повезла в город Кемь вписывать имя. И она вписала имя в день великомученицы Ирины. 18 мая. Вот вроде бы совпадение. А как мы знаем, что совпадения никогда нет. Ирина – это мир. Мир душевный, мир духовный. Поэтому я хочу вам всем пожелать мира. Вашим семьям и вашей душе. Не случайно природа страдает. Чистоты, 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 чистоты. О, землю, что тебе не хватает Чистоты, чистоты, чистоты. Чистоты, чистоты, чистоты. О, душа, что тебе не хватает Чистоты, чистоты, чистоты. Ирина – это мир. Ирина – это мир. Неслучайно природа страдает. У дорог догорают кусты, У душа, что тебе не хватает Чистоты, чистоты, чистоты. У душа, что тебе не хватает Чистоты, чистоты, чистоты. У душа, что тебе не хватает С отцом Анатолием, потому что это первый раз. А что происходит впервые? Да, и сегодня, конечно, у нас пробный камушек первый. Я очень счастлива, что этим камушком оказалась я. Я думаю, что у нас камушек хороший, драгоценный, а не который в туфле постоянно вмешается. Так что я благодарю вас за ваши аплодисменты, за ваши чистые сердца, за вашу любовь к творчеству и к духовной песне. Я вас всегда жду на своих концертах. Спасибо, Господи. Вот. Вот что я добавил. Пусть ваше творчество, вот так вот, как эти розы, всегда будет прекрасно и не увядает. Спасибо, Господи. АПЛОДИСМЕНТЫ